Горы, достопримечательности, национальный колорит и, конечно, кухня. Все это интересует гостей, приезжающих в Грузию. К началу сезона местные туроператоры приготовили для гурманов туры с мастер-классами от лучших грузинских поваров. Они не только расскажут секреты национальных блюд, но и предложат туристам вместе приготовить их. Итак, сегодня у нас в меню хинькали, царский фазан и пхали. Хинькали – один из символов грузинской кухни. Существует много рецептов. Можно экспериментировать и с тестом, и с начинкой. Лучшие хинькали делают высоко в горах. Их называют им тыулури, то есть по-горски. Главный секрет хинькали – начинка. А вот сделать правильное тесто просто. Необходима лишь мука, вода и соль. Лепешки раскатывать надо очень тонко, не более 2 мм. Кладем начинку и аккуратно заворачиваем. Хинькали варят 5-7 минут. Небольшая хитрость. В конце приготовления в кипяток добавляют немного холодной воды, после чего хинькали очень быстро всплывают. 5-6 хинькали – оптимальная порция. Актрису театра и кино Наталью Гулисашвили часто можно встретить на кухне тбилийских кафе и ресторанов. Она собирает рецепты национальных блюд для своей книги о грузинской кулинарии. Актриса уверена – от простого к сложному всего один шаг. Поэтому не стоит бояться готовить поистине царские блюда. По словам шеф-повара Александра Лепсая, рецепт прост. Цыпленка обмазывают маслом, посыпают специями и отправляют в духовку. Пока овощи и фазан запекаются, приготовим еще одно гурийское блюдо. В этом высокогорном регионе Грузии каждая женщина – отменный пекарь. Эка Чайшвили предлагает испечь пирожки по-гурийски. Это своеобразный ответ на хачапури по-аджарски и ачми по-мингрельски. Яйца в пирожках по-гурийски – это не только ингредиент теста, но еще и гарнир. Нужно отварить несколько штук. Пирожки по-гурийски готовы, фазан по-царски тоже. В грузинской кухне очень важна подача блюд, тем более дичи. Полумрак и огонь напоминают о древних временах, когда царский ужин проходил при зажженных факелах. Вахтанг жарит, варит и парит, при этом старается, чтобы продукты не потеряли свои полезные свойства. Ведь в шпинате, капусте и баклажанах много витаминов, которые необходимо сохранить. Поэтому вахтанг внимательно следит за тем, чтобы ингредиенты для пхали не переварились. С Чайшвили капусту надо отжать, а баклажаны выложить на салфетку, чтобы она впитала лишний жир. Теперь пора заняться начинкой. Кстати, с кинозой лучше быть осторожнее, она может заглушить аромат остальных приправ и овощей. Для начинки все овощи измельчаем, перемешиваем, должна получиться однородная масса. В конце добавляем немного уксуса или белого вина. Начинку выкладываем на пластины баклажана. Из оставшегося фарша делаем овощные фрикадельки. У каждого региона Грузии свои традиционные блюда. И гурманы часто спорят о том, в каком селе появился тот или иной рецепт. Но все споры заканчиваются, когда начинается застолье. Ведь грузинские обеды и ужины – это настоящий праздник, который устраивают для гостей.